Ну что ж, дамы и господа, вот вышло то самое доложданое обновление, которое мы все с вами ждали. Я просто охренел, пацаны, от масштаба. То есть обнова реально получилась очень большая. И в одном ролике, пацаны, я вам все не покажу. Сегодня, так сказать, будет просто быстрый обзор данного обновления. А потом постепенно я буду выпускать ролики и вам полноценно все показывать. Отдельно каждую систему покажу самое основное, самое интересное. Поэтому ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал. Покажите на этом ролике максимальную активность. Ну а если ты не играешь еще на проекте Мазин Холиплей, то не забывай вводить мой промокод Палканов. Его можно вводить на любом сервере. Вам всего лишь нужно прокачать уровень и за этот промокод вы получите 450 тысяч рублей. Я вам всем, конечно же, желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Смотрите видео от начала до конца. Ну что ж, я думаю, начнем с самого основного, то, что поменялось полностью управление всего, что может быть. Вы нажимаете просто кнопочку Tab и у вас появляется вот такая вот тема. Здесь, получается, показан онлайн, который есть. Можно посмотреть там администрация, организация там и так далее. Мы нажимаем, получается, вот статистика. И здесь мы можем выбрать наш транспорт. По сути, это удобно, просто надо привыкнуть. Надо взять и привыкнуть. Но в целом, как бы, очень удобная тема. Здесь у нас показаны навыки на работах, права там и так далее. То есть, полностью здесь все расписано, показано. Также есть, получается, ежедневные задания. Теперь их не три, как было раньше, а пять. Пока что не знаю, какая здесь награда будет, если я выполню, как бы, все эти задания. Но, в принципе, потом, я думаю, проверим. И, как бы, также нужно три дня их выполнять. И потом вы получаете супер приз, так сказать. Следующее, что бы я хотел вам показать, это, получается, новая система Nitro. Теперь она реализована совсем по-другому. Я реально, пацаны, кайфанул. Просто кайфанул, потому что это максимально удобно. Раньше вы включали Nitro. У вас оно работало определенное время. И потом оно пропадало. Но теперь, пацаны, Nitro работает на клавишу. То есть, вы нажимаете клавишу, у вас есть Nitro. Отпускаете клавишу, у вас нету Nitro. То есть, это максимально просто удобно. То есть, вот, допустим, я нажимаю, оно у меня тратится, видите. Как бы, появилась такая, получается, иконочка на спидометре этого Nitro. Все, вот, полностью потратил. И теперь нужно подождать, пока оно восстановится. Раньше, чтобы у вас появилась Nitro, пацаны, нужно было заходить в интерьер. И это было не очень удобно. И, вот, получается, изменили полностью рублевку. Теперь здесь вот такие вот шикарные, просто красивые дома. Как бы, ладно, рублевка разомасла, она не особо интересная, пацаны. Я вам покажу рублевку в Южном. Не на рублевке Южного, а именно в Южном добавили новую рублевку. И вы просто охренеете от того, какие там дома и какие там цены. Но об этом чуть позже. Особняки, получается, тоже стороной не обошли. Также заменили. И теперь они выглядят в вот таком вот стиле. То есть, по интерьеру ничего не меняли. То есть, давайте я даже зайду. Ничего не понял, пацаны, но очень интересно. Так, подождите. Какое-то новое улучшение добавили для семьи. А вот это для меня интересная тема. Искусство прежде всего. Так, это на шо? Вы, члены вашей семьи, получают возможность за борьбу над контролем граффити в области. Подробнее, хелп 30. Это хорошо. Это уже, пацаны, интересно. Так, идем дальше. Подмога. Вы, члены вашей семьи, получат возможность вызывать подмогу с помощью команды F-SOS. Цена 200 ваучеров. Так, оружейная. А вы, члены вашей семьи, получат доступ к использованию... Ну, а в чем она заключается, пацаны? Как бы, гангстер это для того, чтобы создавать оружие. Мы его не покупали, потому что, ну, как бы, многие из этого организации, и у многих, как бы, есть вивка. А вот что это, мне лично вообще непонятно. Поэтому будем, пацаны, думать. Будем смотреть. И, скорее всего, будем покупать, как бы, вот эти улучшения. Ну, а вот, получается, новая рублевка южного. Ну, она прям очень сильно поменялась. То есть, рублевка Арзамаса вообще не поменялась. Ну, только дома внешне поменялись. А вот рублевка южного прям поменялась очень сильно. Она увеличилась. Здесь, как бы, добавили новые дома. Они пока что недоступны для покупки. Скорее всего, будет отдельный слет, как бы. Вот такая вот огромная просто набережная. С парковочкой. Вот столько новых домов. Ты видел, сколько стоят дома, ебать, на горе, ебать? Это вообще пиздец. Так, сейчас давайте посмотрим с пацанчиком, как бы, дома. Бля, ну, мне кажется, дома тут подешевеют. Потому что их дохуище стало. Их на 28 штук больше. С госом 50 ни разу не знаю, сколько их продавать будут. За 100, ебать, миллионов, наверное. О, оружейку, кстати, переместили. Я думал, ее вообще уберут. На Арзамасе даже как попроще выехал и все, ебать. Тут, блядь, пока выйдешь, ебать. Пока найдешь, ебать. Куда его ехать? И вот эти дороги тоже, блядь, красиво сделали, конечно, смачно, прям, прям с душой, ебать, с душой. А что это такое же? Это прям разрывная, ебать, это пиздец. Я охуел, когда увидел. Это пиздец. Что, кто его купил? Ну, это спецадмин, это спецадмин. Ща, пацаны, я вам покажу, ебать. Это, это пацаны, пиздец, это разрывная просто. Ну, может, может, сотен, ебать, знаешь, типа. Ну, сотка максимум. Да ну, гон полный. Не, ну, типа, уникальные дома, понял, типа, на горе, ебать, смотри, какой вид. Да ты шо, ебать. Хотя, блядь, хуй его знает. Нахуй вообще тут дом нужен, блядь. Максим себе хочет тут дом, ебать. Ну, я такой, типа, не знаю. Блядь, ну, банан добавили. Я, я хотел банан, пиздец. Блядь, это, я обожаю банан, пацаны. Ой, блядь, он уже по управлению такой уебищный, пиздец. Блядь, ну, модель какая-то тоже уебищная. Как бы, не в обиду матпакеру, но... Блядь, ну, я его куплю все равно. Я все равно его куплю, пацаны, сто процентов. Я хочу себе банан с аудиосистемой. И мне нравится этот кузов, как бы. Мне нравятся и новые бананы, старые. Это реально один из мерседесов, который мне нравится. Именно банан. Был бы он задний приводный, было бы лучше. А так полный привод, и у него морду, короче, тянет. Ну, сама моделька, пацаны, мне кажется, не особо качественная. Личному мнению, как бы, я не хочу никого обидеть, пацаны. Но, как по мне, моделька, как бы, не особо хорошо проработана. Ну, не знаю, пацаны, на любителя, на любителя. Не хочу обосрать. Я люблю банан, мне этот кузов очень нравится. Но, как по мне, как бы, моделька какая-то не особо качественная. Можно было бы лучше, но, блядь, мне он нравится. Я его по-любому куплю. Сто процентов, я его куплю. Ну, и теперь давайте посмотрим самое дорогое. Да? Тридцать миллионов, пацаны. Ебать, триста тысяч от издрафии. Ебалось. Гадюка в жопу, блядь. Я на нем уже ездил, как бы. У Максимки, третий чип аудионитро, он уже собрал себе. Я, как бы, на нем уже поездил. Он пиздатый, пацаны. Но раз он у него хороший, управление тоже хорошее. Его все-таки не заменили, как я думал. Ну, как бы, это не я думал. Это просто слухи были, что его могут заменить. Но, чтобы вам такой, пацаны, автомобиль купить, нужно будет отваляхать 30 миллионов. Я думал, X5, ебать, дорогая машина. Но, нихуя, ебать. Появился, пацаны, огурчик, ебать, подороже, так сказать. 30 миллиамов, пацаны. 30 лямов. Да, с автословно, пацаны, это самая дорогая машина. Раньше самая дорогая была, это Rolls-Royce. Но теперь самая дорогая машина, это, получается, вот этот S-класс. То есть, тачка реально кайфовая. Хорошо рулится, хорошо управляется. Хорошо разгоняется, хорошо выглядит. Ебала, жаба, гадюку, ебать. Ого. Нихуя себе, блядь. Да, не за рулем, да? Нафаня, можно закинуть? Посмотреть, пожалуйста, для видосика. Так, сейчас, короче, посмотрим. Так, не, ну прикольно, пацаны, прикольно, конечно. Опа, я хитрожопый. Хе-хе-хе-хе. Нихуя себе, пацаны. Не, ну выглядит масштабно, конечно, масштабно. Так, тут тоже, типа, Пасха, все дела, короче. Ну, видите, тут дальше забор идёт. Как бы всё ограничено, короче. Я вам, наверное, толком показать не смогу. Пацаны, потом покажу, как бы так чисто внешне посмотрели. Ну, территория прям очень большая, блядь. Как теперь я обратно вылезу, вот это вопрос, короче. Блядь, ну как, нахуй я сюда залез, подожди. Вот это, пацаны, мы исследуем, конечно, обнову, прям чётенько. Так, давай, давай, давай. Пацаны, мои первые эмоции, ебать. По гос, ебать. Покупаем, брат, покупаем. Блядь, обохуелся, ты купил, ебать. Новый район домов, когда добавляли, потом купили через... Не, ну, насчёт финки херба, знать, конечно, что тут будет, но... Я думаю, не лишнее. Да, вот, дальна прям вообще будет шикарна. Не, ну вот это, ебать, не та ракета, ебать, которая была, ебать, в 2017 году. Это вообще, ебать, пиздец. Походу, понял, это чисто такая заготовка, понял? Ну, там написано космос, но ракеты как бы нет. Ну, скорее всего, она будет потом. Либо, понял, она будет появляться, когда уже система добавится именно. И во время запуска она будет появляться, типа, и потом будет пропадать. Так, пацаны, вот, получается, новый маяк добавили. Его перенесли. Ну, как перенесли? Его полностью поменяли, в принципе. Конечно, смысла от него мало, но, в принципе, красиво. Полетели, ебать, разгон пошел, нахуй. Так, полетели, полетели. Вроде бы все, пацаны, я, в принципе, больше ничего такого не знаю. Интерьеры, пацаны, то понятно. Как бы, я вам интерьеры показывать не хочу и не буду. Как бы, в этом нет смысла. Я думаю, вы сами можете зайти в интерьеры, потом в будущем посмотреть. Я вам показал просто, знаете, самое интересное. То, что лично я хотел посмотреть, как бы. В целом, мне обновление реально очень понравилось, но есть некоторые нюансы, о котором я вам расскажу, скорее всего, уже в следующем ролике, из-за которого я прям очень сильно расстроился. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, это можно заканчивать. Я вам показал все самое интересное. То, что я смог, как бы, сам посмотреть. В принципе, я вам все показал. Да, еще добавили ивент. Много еще чего добавили, пацаны. Но в одном ролике я этого не вмещу. Поэтому, как бы, будем постепенно изучать обновления. Постараюсь каждый день выпускать ролики. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте колокольчик. Напишите в комментариях, как вам это обновление. Напишите свое мнение. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Мне реально будет интересно почитать. Мне, в целом, в принципе, обновление очень понравилось. Но есть пару нюансов. О которых я вам расскажу в следующем ролике. Поэтому не теряйтесь, как бы. Держимся на связи. Всем желаю хорошего изучения обновления. Хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok